Мамаев Курган Завоеватель Мамай не раз воевал с Русью. Всем известно Мамаеву побоище 1830 года. Потерпев поражение, Мамай укрылся в Кафе, Феодосия, в крепости своих покровителей, генуэзцев. Есть мнение, что его могил находится в окрестностях теперешней Феодосии. В глубокой древности появился в этих краях богатырь, который господствовал над половиной мира и хотел завладеть остальной его частью. «Только тогда я буду спокоен, когда стану господствовать на всей земле», — говорил он. При этом он никогда не произносил имени Аллаха, потому что не имел надобности в помощи Творца. Однажды он подозвал к себе мудрого дервиша и спросил, «Насколько велик Божий мир и сколько надо времени, чтобы завладеть им?» «Наш мир не имеет конца, и твой вопрос звучит глупо. Мне хотелось бы знать, кто тот дерзкий, желающий присвоить Божью власть. Это я. Какой же ответ ты думаешь дать Богу на суде его за такое желание? Аллаху, я думаю, нет надобности вмешиваться в земные дела. У него есть свое царство ангелов и джинов». «Великий шах, ты не останешься безнаказанным, если не покаешься», — сказал дервиш. «Вижу, почтенный дервиш, что ты глуп. Иди же своей дорогой и не смей больше показываться мне на глаза». «Я исполню твое приказание, но помни, что в трудную минуту жизни, как бы ты ни взывал о моей помощи, я никогда не забуду приказа». С этими словами старик ушел. Тем временем могущественный шах задумал победить одно большое государство и приказал войску двигаться в его земли. Слуги предложили предварительно принести Богу жертву и попросить благословения пророка, но повелитель отказался. Несколько месяцев спустя шах вступил в чужие земли, и все преклонялись перед ним. Так он прошел три царства и был уверен, что получит власть беспрепятственно. Вдруг перед ним появились толпы вооруженных людей. Начался бой. Только отважные воины шаха хотели пустить в дело свои сабли, как под ним и задрожала земля, и над их головами появились какие-то чудовища, бросающие в них камнями и грязью. Ужаснулся шах, повернул своего скакуна и бросился бежать. Воины последовали за ним. Три дня спустя шах убедил спасшихся, что за чудовища не приняли облака пыли, и приказал возвратиться. Но не успел он договорить, как показалось, стуча врагов. Изумленный таким поворотом судьбы, шах бросился бежать вместе со своими воинами и богатством. Он сел на корабль и прибыл к одному из больших городов Крыма, куда о нем еще не дошла слава. Прожив некоторое время в этом городе, шах решил покорить не только тех, кто дал ему приют, но и всю страну. Бывший вельможа собрал вокруг себя единомышленников и пообещал им золото и богатство. Один из слуг поделился секретом с женой, и напрасно. Весть о заговоре дошла до градоправителей. На этот раз шаху не удалось избежать наказания. Потерпев поражение, он спрятался в городском бассейне. Просидев в темных коридорах водохранилища два дня, он внезапно услышал чей-то вздох и слова. Бедный несчастный шах! Ты или тот безбожник, который мечтал сделаться вторым после Бога? Хотелось бы мне еще раз услышать твои дерзкие слова. — Наверное, теперь ты понял, как ничтожен перед Творцом мира и трепещешь за свою жизнь. Шах приполз к нему и попросил помощи в побеге из враждебного города. — Все напрасно, шах. Твоя участь решена на небе, и никакие усилия не изменят священного приговора. Пусть будет то, что определено на небе, но выведя меня из города, я умираю от голода и холода и боюсь быть растерзанным. Дервиш согласился и вывел шаха за город. — Прощай. Я выполнил свой долг. Беги и не останавливайся, пока не придешь к народу, не знающему твоего имени. Шах побежал, но ему стало жаль богатства, оставленного в поместье, и он решил бежать домой, надеясь на преданность слуг. Его мысль была подслушана ангелами и передана великому правителю, который не мог больше терпеть такой наглости и приказал направить на дерзкого толпу врагов. Как только шах добрался до своего поместья, его окружили сотни врагов и убили. Преданные хозяю слуги навалили над его могилой холм земли и разбежались. Впоследствии на этом кургане ежегодно видели медведя, который ревел с полуночи и до самого рассвета. Таким бывает конец людей, мечтающих о господстве над миром без позволения пророка. Субтитры подогнал «Симон»